Продолжение следует... По-гречески Библиос. Библиотека – это книгохранилище. Слово Библия встречается довольно часто. Дайте книгу. А книга называется Сопер Библия. Если бы мы разумели, чего просим-то, но некоторые бы перестали читать. А некоторые бы только искали настоящую... Так вот, есть такое послание к кремлинам. 14 посланий, сохранившихся. Мы не знаем, сколько было, но... Писание говорит о том, около 20 книг упоминается в Библии. На них ссылаются, прямо авторы книг, а их нет нигде. Книга Брани, книга Откровений Господних. Считают, тут есть книга еще Откровений Исаии. Целый список я могу показать. Послание к ладикийцам утеряно. Павел пишет к авосьинам. Когда у вас прочитают послание, относите к ладикию. О которой ладикию прочитайте здесь, а его никто не знает. 1 Коринфянам на самом деле второе. Он говорит то, что я говорил раньше. А где раньше? Я к тому говорю, что из тех посланий, если бы нам задали загадку, какое бы ты взял с собой? Одно только. Одно и нельзя менять и на долгие годы. Как графу Малфетриста. Какое? В Библии все понятно. Из всех книг Библии избрали. Когда Евгений Берсье пишет. Участник Павлистской канона. С времен его пишет. А вот из посланий Павла какое? Из которого ты больше всего бы научился. Которое во всех ситуациях жизни тебе сгодилось бы. И с атеистами, и с нервующими, и с евреями. Со всеми беседовать. Руководство одно. Только одна книга. А для чего это нужно знать? Это необходимо знать. Такой выбор иногда делают. По книгам. Самое строгое послание в Библии какое? Тоже не знаю. Да какие знания? А оно в одной главе заключается. Послание апостола Иуды. Самое строгое. Вы дома прочитайте его и ужаснетесь. Если только в них и то, что он пишет, говорит. Буквально все кары мира. Буквально все кары мира собраны. За то, что люди не верят в Бога. Или отступают. Или вот эти идеи парады. Это все уже описано. Книга апостола. Это не Иуда предатель. Так же предателем называют Иуда. Иуда означает славный в переводе на русский. Они же называли по именам. Если она родилась девочкой черноволосая. Как ее назовут? Светланой. А Светлана как может быть русоволосая? Она светлая. Это фатина. Самарянка. А она фатина. Это значит Светлана. По нашему. А если она черноволосая, ее называли Мелания. В жизни святой Мелания римляния. Римлянка. Здесь просто надо ориентироваться. У нас какие сейчас имена на ходу? Александр. Николай. Михаил. Игорь. Сергей. А тут 5 имен. А их 750. Понимаете? Это все ограниченное знамя от осужения сосудов мозга. И человек уже после 50 лет начинает быстро деградировать. И впадает в старческий маразм. Ничего не знают. А посмотрите профессор Осипов. Алексей Ильич. Ведь ему уже 80 лет. Он, кажется, на 2 года старше меня. И как много он говорит. И много знает. И ссылается. Почему? Он непрерывно работает. Я беру разные стороны его жизни. Он неженатый. А мозги больше всего проедают блуд. И компьютерные игры. И поэтому человек, когда уже сблудился, теперь спрашивает. А чего память есть? Прям дойду до кухни и не знаю, зачем зашел. Как Рейган для его прислушников, слуга говорил. Зайдет на кухню, стоит и говорит, я не знаю, зачем я зашел туда. А у верующих может быть по-другому. И до старости Бог может сохранить в чистоте. Ты упражняйся в молитвах. Упражняйся в чтении Слова Божия. Запоминай. Я открыл не случайно послание к римлянам. Это самое улучшительное послание из всех. Я бы взял послание к римлянам. А вы уж как возьмете. А в этом зовите какая книга. Видите, там и Кричи, и если не канонические, то Сирахова Примудрость. Там много что можно выбрать. И все равно тоже есть самое. Но все-таки меня спрашивают. Вы знаете, а что вы звали? Псалтырь взял бы. Псалтырь. И каждый день молился. Вот я в вузах сидел в тюрьме. У меня был закон такой. Каждые два дня. За два дня я просчитывал Псалтырь. У меня день разбивался на 4-5 периодов. Каждый период это молитва по часу, по полтора. Каждый день. А с 8 до 10. Там и другие говорится. Это жесть. Охранники спускались. Камера открывается. Я проповел. Та же день. Это Бог делает. Это нельзя сделать. Я бы хотел, а кто тебя будет слушать? Это Бог так делает. Открыл дверь. Послал. Туда никак не пройдешь. Тюрьму даже издалека фотографировать не дают. Ну, от страха. Потому что много невинных там. Я возвращаюсь в послание к криминам. Вот тут молодой человек. Давай по порядку. Считай вот отсюда. Еще лучше. Ну, можно немножко ознакомиться. Эта тема называется «А кто же мы?» Просто узнаем сейчас. А кто мы? Это характеристика наша. Ведь не знали это. А сейчас знаете. Криминам. Какой стих? 18. Давай. Считай. Слух. По стиху. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечесть и неправду людей, подобляющих истинной неправдой. Так. Мы должны верить этому. Вот я вижу наших людей и ваших очень легко высчитывать. Вы облокачивайтесь на стол, сидитесь над чашкой. Вот сюда головой залез. Ты понимаешь или нет, что тебе уже назвали скотина? Это кто? Василий Великий. Всякий скот наклоняется к еде. Только человек подносит. Заметьте, как наши едят. В левой руке кусочек. Поднял ложку. За край стола, чтобы не завариваться, и поднес. А облокатился. Вся Рахка говорит, стыдись облокачивая. А я не знал. Уже бесстыдство. Уже запечатлённо. Сегодняшнюю дню. Измени этот статус. В другом формате проживи жизнь. Определённо и чётко. Не облокачивайся. Всё. Ага. Когда? За обедом. А почему? Житие святого Нифонта. Я вам буду объяснять местописание, что сказали святые отцы, и как житие святых. Он заходит, однажды смотрит, нищие едят. Кто-то угостил-то. А светлые какие-то юноши им прислуживают. Наоборот. Тогда понятно. Он не понял. Господи, а почему так? Когда едят с благоговением, без кощунства, славословием Бога за дивные дары, что земля выполняет Божье повеление на земле, и скота даёт человеку и рыбу, и воздух. Всё. Даёт. Тогда ангелы прислуживают. А когда человек ничего этого не делает, да хохочет, посмотрите, как в столовых едят там ребятишки. И пусками хлеба кидаются, и чего только там нет. Я насмотрелся на всё это. Здесь прямо говорится. Ещё раз считаю. Открывается гнев Божий. Это времена его. Мы скажем, это образ для нас, достигших последних веков. 1 Коринфянам 10 г. 619 стихи. Это не просто сказано, что вот, ну вот, кого положительный, я бы подражал. А чего ты показываешь? Пьяница, он сосед запился. О, это очень сильный урок. Детям можно сказать, сынок, будешь пить, другой участи не будет. Ребёнок не хочет работать. Десять пальчиков, он не шевелит ему. Вот сидит и всё. Он воровать будет. Кто крал, пред не кради, запятая, дабы было из чего, но трудись своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Через запятую. Если воровство, то оно связано с бездельем. Вот там приезжают, у меня я терю, беру, там приехали корреспонденты. А как, почему так здесь у вас много работает? Не много, да, а время только. Лагерь-то трудовой. А почему? Мы должны так работать, чтобы хватило всем. И правительство содержать, и армию, и всех этих олигархов, и их прелюбодеек. И что бы нам осталось? И что остается? Я говорю, остается. Как в армии. А куда остатки девают? А съедаем и не хватает. Итак, считаем. Открывается гнев Божий. Давайте посмотрим, на кого он открывается. Не попадая ли я под это измучение. А когда Господь направляет гнев, всё высыхает. Источники струятся песком. Священникам надо особенно внимательным. Кто не родится от воды и духа? Песком можно крестить песочники. Не говорится, что от песка и брюха. Но от воды и духа. А если этого нету? И Россия это не крещённое. Если вы мне сейчас поверили, попов на кусочки разнесли. Я так и думал. Я очень часто обольщался. Думаю, когда это откроют. Я 40 лет потратил на это. А это 300 того полиантов. Только святых отцов. Литература. Перелопатить всё, что только можно было показано. Другого крещения нет. В переводском языке связано с крестом, со страданиями. На всех языках стоит таупан, баптизм. Это погружение. Погружение. Это не просто миг в обновлении. Олег Стеняев упирает на миг. Нет. Это погружение. Иерусалимский Кирилл говорит. Ты скрылся в воде, ты умер. А сегодня как? А ты в Монзалею. В честь Монзалея крестят. Не в честь того, кто похоронен был воскрес в третий день. Он лежит не скрытый-то. Вы вдумайтесь в это. Ну уж. Ну мы-то грешные. А уж священники, наверное, все знают. А вот за это и ответят. Людей-то много на земле. Каждый день умирает 70 тысяч от голода недоедания. Каждый день. А сколько крестьян спасется? Не знаем. Один берется, другой оставляется. А священника Златоуст говорит. Абсолютно четко. Вот их трое сидит. Двое в аду будут. А теперь бросайте жребий. Большая часть священников погибает. Большая. Десять денег пополам и добавь хотя бы одного. Иоанну Златоусту это открыто было. Когда Прокол увидел видение. Он не нашел там на небе Златоусту. Он опечатался. Почему нету? И тогда сказано было. Здесь Василий Великий. Там сено появится. А его нет здесь. Он прямо перед престолом Божием находится. Третье небо. Мы должны и не верить и не верить. Если ты православный, вопросы сняты. Если не веришь, места Писания тебя будут открывать и называть. Итак, открывается гнев Божий. За что? Гробче считай. За всякое нечесть и неправду людей. Подавляющее истину неправду. Если неправда прикрывается и на все на все есть ответ. Посвященник выйдет с чашей. Покровский собор. Кто не прищищался? Я спрашиваю, кто еще не прищищался? Постоит с чашей. Никого нету. Кто? Глядишь, от двери потянулись. Я с ними выхожу, гляжу, выплевываю все. Я думал, вино дают, а тут что-то попало в рот мне. Вы не знаете, что делается. Я все это собирал, священник унес. По канонам вы должны сжечь это. Да как так? Да так. Это оглашенные. Оглашенные, извините, где выполняются? Покажите определенно. За какие грехи, какая пятимья. А если ты служишь и оглашенные, извините, и выполняются литургии златоуста нету. Это основная часть. Она резко отделяет юхаристический канон от того места, где могут присутствовать. И литургия верных начинается. Это не просто так. Открывается гнев Божий на всякое нечестье. А все нечестье тут собралось. Когда спрашивают, что такое лицемерие. Ну, допустим, весь мир поделить на 10 частей. Лицемерие там везде, везде, везде. То евреи говорят 9 частей в Иерусалиме. А мы оттуда все получили. 9 из 10 мировой лжи лезть из Иерусалима идет. А мы сегодня скажем, от священства. Златоуст был очень смелый. И говорит, никого не боясь, кроме епископов. На что только не идут. То, что Сталин и Берия усыновили все церковь и создали так. Это не то, что Бог усыновил. А вы говорите, спасается. Спасаться, да. Но ты это знаешь, не участвуй в этом. Это Сталин и Берия открыли в сентябре 43-го года. И главная задача была церковь сделать карманной структурой. Во всем Берии развозить заразу коммунизма. Другой цели не было. И сразу же церковь. Сергия Радоненко, Строгородский. Отречься от всех, кто в тюрьмах сидит. Всех до одного объявили уголовниками. Церковь. В мировой истории этого не было. Это исповедники, которых мучили, но живые остались. И мученики это слава церкви. Вот на меня потребовали, или не потребовали, попросили от русско-народной линии характеристику. Написали на митрополита Сергия Иванникова. Вы не читали эту характеристику? А вы зарядите ее. Зарядите. Я ему уже говорил, вы сами составляли это. Она написана нечеловеческой рукой. Он кратко, четко и определенно. Он не утверждает ничего. И в то же время поднял на такой педестал, он меня показал. Он исповедник. Преклонного возраста. Он достоин уважения. Ни канонических, ни догматических заблуждений не обнаружено. По церковным судам не состоит. Точка, точка, точка. Как язык военного. Я отклоняюсь от этого. Но я на самом деле говорю об этом. И так открывается гнев Божий на всякое нечестие. И что? И неправду. Громче. И неправду людей. Неправда. А неправда-то сколько? Неправда людей, когда поступает неправильно. Неправда, корень сохраняется где. Если говорим богатые, слово Бог. Коль. Однимое слово. На всякое. А слово всякое надо изучать. Какая неправда? Где-то пределы, чтобы счетчик не мотал. Где-то в ЖКХ там квадраты там что-то. Ну всякое неправда где-то. Налоги не платить. Чтобы адрес не высчитали. Это много. Я говорю неправда. Я не сказал, что нельзя делать. Ты сам догадайся. Всякая лошадь от дьявола. Ты это читал? Евангелие. Евангелие Сиан пишет. Дьявол есть лжец и отец лжи. Отец. То есть бессенок уже в рот залез. А вот попробуйте сейчас скажите. Везде статистики, везде милиции, прокуратуре, судах. Одна правда. Ничего кроме правды. Ведь государство развалится в течение недели. Оно ложью скрепляет. Это то скрепа православная церковь. Скрепа. Это Путин говорит. Скрепа это Дух Святой. Он пробуждает людей. Представьте, статистика вся в него. Вся. Как этот фильм есть. Президент и его дочка. Она дура. Кто дура? Да статистика ваша. У нас же написано в каждом доме телевизор. В каждом доме компьютер. В каждом. У одного три машины стоят. У другого не одна. А в третьем по одной. Но тоже большая разница. Я говорю, а сколько у вас машин? Пять. А у одного стоится сколько? Семь. На каждый день недели своя машина. Ну правда машина там хорошая. Еще дальше. Что можно знать о Боге явно для них? О Боге что можно знать? А как узнать? Определенная и четкая. Это явно для всех. Никакого таланта, ничего не надо. Почему? Потому что Бог явил их. Всем до одного. А то я в неверующей семье. Родители были коммунисты. Ну люди оправдываются как-то. Я в Златоусте говорю, в этом городе один спасся. Ну один человек. На всю Атихию. Все. На суде Божьем он будет судить всех. Я мог и ты мог. Я же в этом городе живу. Такая же советская школа. Почему я уверовал, а ты нет? Мне говорят, вот здесь в мусульманской среде, там где-то. Вы уверовали бы? Когда заберем, там казнят-то. Я жизнь свою перебрал, уверовал бы обязательно. Я тщательно исследовал все религии, какие можно было. Литературу. От начала, от создания до сегодняшнего дня читал. И мармонов, и там баптистов, и эгоистов, и свидетелей Иеговы. И католицизм, мусульманство, и буддизм. Все. И я увидел все человеческое. Мудрое, хорошее книги. Стас, сейчас только Евангелие, как голос какой. Это небо. Это невыполнимо. Это нельзя. Любите врагов. Такого никогда, нигде, ни в одной религии никто этого не знал. Павел говорит, не сама ли природа учит вас? Если волосы человек отпускает, это бесчесть, а короткий волос, честь и так далее. Здесь именно об этом природа сама учит. И что явно для них? Слушайте, где проповедь. Вы только научитесь слушать. И вы услышите сейчас через эти стекла, проникает голос Божий. Говори. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответны. Вон что, люди, написано, они неизвинительные эти люди. Безответны. Почему? Через рассматривание творений. Тарелка сама подвор. Могла собраться? Так. Со цветочками. Глина есть. Огонь бывает в природе, а сделать тарелку нужен разум. Даже вот так тонко порезать помидор природа не может, это не дано. В природе сильнейший, согласно Ницше. А здесь добрейший. В природе нет закона такого, чтобы любили друг друга, как Иван Карамазов говорит. Нет этого. Засима говорит, вы уверены? Да. Хорошо, если ты уверен. Нет этого закона в природе. В природе на выживание. Сильнейший должен прижать или уезжать или уничтожить. И забрать себе. Тут принцип зумуса. Убей жену, приватизируй дом, жену и все что есть. Убей сначала его врага сказать. Дом. Это хорошо. А когда он со мной это сделает, это плохо. Все. Разделение хорошо и плохо. А мы видим как. Через рассматривание творения это хорошо. Почему листья пожелтели? Мороза не было. Листья еще в силе. И вдруг. Вот оно перед глазами. Все. И вот седина. Одна волосинка, другая. Вон она. Березка рядом стоит. Почему? А какой насос? Деремо такое высокое. Мы даже забываем, что этот насос качает воду до самого последнего листика. Вы видели какие птицы бывают? Какая сорока? А откуда у нее краски эти берутся? Черное-белое-то. Ясно дело, что не сверху, а снизу. А снизу-то из тела. И как через белое. У нее полоса белая. Дальше черное. Опять белое. Как эта черная-то полоса прошла через белые цветы и окрасила эту. Ты посмотри, у жулана эта большая синица. Желтая. Зеленая. И чего только нет. Через рассматривание творения Божьей естествой силы видимы. Это Бог. И на что не посмотри. Посадил редьку, арбуз, видите, дыня. Все вот разное-разное. А на вкус ничего нет. И вдруг земля одна, воздух один, вода одна, солнце одно. Все разное. Да настолько разное, что ты даже в темноте пожуешь и скажешь, хрен это или редька. Или арбуз. Или лук. Или перец. Через рассматривание творения. Рассматривание, то есть рассуждение. И ты должен понять, что все дано на пользу человеку. И все в пищу. Златонос говорит, Василий Великий говорит, ну мы же не белины, а белины, чтобы белины есть. Значит мы должны тут тоже разобраться. А с чего? Олени лещатся через нее, как через мухомор. Еще дальше. По пальцам сейчас будете загибать. Но как они, познавши Бога, не прославили Его от Бога и не возбуждали, но осветились в умствовании своих. И омрачилось несмысленное их сердце. И омрачилось несмысленное их сердце. Просто отащи кусочек. У нас лагерь был 45 лет, ни одного кусочка не осталось. Маленький отломи, поел, надо еще отломить. А это куда теперь? Чужой есть не будут. Свиней нету. Черт, уже свиней. А у нас так. Поели. В чашку с каждой залезал. Показал, дежурный махнул рукой. Все. Опустили ногами. Я попутно это говорю. Это все труд. И детей этому я научил до обеда. Вот садятся за стол и сразу не облокачиваются. Будешь облокачиваться, все, ребенок глаза уже поднял. По порядку. Первое, второе, ни одного слова. Напротив, каждого стола дежурный. Половину покажи. Половину тебя поднесут. Смотрите, половину ты осилий должен. А я первый, я хочу второго. Значит, ничего не получишь. Власть из-за стола. И стой рядом, смотри, как едят. Нет, я буду. Все окончено. Самое простое – воспитать нового человека. Ой-ой-ой. И Анна Таус говорит, чтобы человека обратить к Богу, привести к крещению, запомни, нужны тысячи талантов. Таланты. Тысячи. А чтобы крестить, ни одного не надо. Быть надо священником и покрести, произнести нужные слова. Какие-то таланты-то? Чисто механическое действие. Тысячи и ни одного. Крестителей много, все крепят, то есть портят крещение. А обратить… А как? Я очень хочу, чтобы вы не торопились. Сейчас у нас занятия будут. Побудьте хоть на одном занятии. Я сегодня только не такой вопрос. У меня вот утром, когда я в 3 часа встаю, всем завтрак. Практически 4 часа. Я должен помолиться и разобрать почту. И надо 3-4 часа только утреннюю почту. Сколько новых людей приходит? Это ни один, ни два. Как доктор богословия Московской Патерархии Павел Бочков говорит. Тысячи людей пришли. Тысячи людей. Сколько стало священниками из еретиков и сектантов? А это все Бог. Мы ничего не знаем. Бог знает. И знает какие слова, какую пищу кому подложить. Так написано и подкладывать вкусную пищу. С собой кусочек взять. Дома доедите. Давай. Называй себя мудрыми, обезумели. Поплотки налепят. Ну, кончил где-то. У нас приезжал потеряевку один. Наш потеряющий. У него 4 высших образований. Я больше не встречал. Четыре. В том числе две академии. Сколько раз представляли название генерала военного. 13-ти кратный чемпион по самбо. Во внутренних органах милиции. А это дело было. И каждый раз его отклоняли. И уже в аэропорту. Собрался в Германию. Улетел. Понимал уже батюшки. Упал и все. А я каждый раз, когда приезжал, я его пальцем в живот. Когда ты уберешь эту мамону-то? Ну, опять меня рыл он по земле. Он шутить любил. И все. Жир задушил. Узнай свой рост. Сколько тебе? Метр восемьдесят пять. Значит, сто пять отними. Не больше восьмидесяти килограмм. Это предельно. Сто пять отнимай от роста. В килограммы переводи. Это простая арифметика. Тут не особо надо быть математикой. А я не могу. Значит, ты умрешь рано. Это первое. А во-вторых, ты за это ответишь. В-третьих, у тебя страха нет. Почему? Иуда говорит, что без страха уточняют себя. Без страха. Без страха уточняют себя. Да нет, я боюсь здесь. Я обманул. Это я не свое говорю. Я знаю. А что ты меня укоряешь? Я никого не укоряю. Я говорю. Я считаю. Дальше. И славу не тленного Бога изменили образ, подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и хрисмыкающимся. Дальше. Кто и предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Двух разом отнял. Дальше. Они заменили истину Божию, Божию, и поклонялись, и служили в тваре и вместо правца. Человек – тварь, тварь. Обещание, даю, уверенность, хайл Гитлер, слава Сталину – это одно и тоже все. Как Бог. Выдавая себя за Бога. И дальше. Который благословен во веки. За Бог благословен, а они прожили. Еще. Потому предал их Бог по стыдным хостям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. Ну что, тут из девяностей. Это начинает перечислять. Сегодня женщины на аборт. Каждый день двадцать тысяч. Недавно Дерман Стерлингов озвучил это. А раньше, лет десять назад, или пятнадцать, было восемнадцать тысяч. Страна исчезающая. За время перестройки сто двадцать миллионов аборт. Мы никому не нужны. Этот народ ненужный. Бог говорит об этом. Опять сошлись на Дмитрия Смирнова. Вы знаете его. Мы сами себя истребляем. Нам не надо врагов каких-то, врагов. У нашей матери было двенадцать, десять живых. И даже никогда не слышали, что мы такие бедные. Все живы, ни одного больного. Дальше. Подобные мужчины, отравившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины, три мужчины, делая с вами, и получая самих себе должное размездие. Не то, что навалить и посчитать. Надо Библия на всех. Не надо сжиманиться. Написано, а ты считай. Даже ребенок, если два года ему научился считать, считает. Вы знаете, что делается? И куда принимают? И кого? Я стал говорить, а мне такой известный протеерей. Говорит, а сейчас вы не знаете, как отбор идет. В архиереи везде. Если с этим не связан, то мимо пройдет. С чемоданы денег не помогут. Он должен быть такой, как все. Если в фильме нет ни одной из всех сцен, то Голливуд не пропустит фильм. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Покажи даже. Ничего нет. Это умышленно делается. Дальше. Так что они исполнены всякой неправды, груда, рукаство. Всякая неправда. Значит, надо исследовать и бояться неправды. Я встречаюсь со священником. Я говорю, это вы писали на меня, там, стектант, еретик. Ну я, ну я не знал раньше, не сказали. Ладно, так ты не знал, тебе сказали, как Сократ. Давай по частям. А ты зачем скатывали, говорила-то? Ты в церкви называл меня по имени. Когда златрос говорит, мы никогда не называем. И причина какая? В церкви не называется. Здесь ты можешь сказать, а там нет. В церкви запрещено это. А ты называл. Ну я в этом виноват. Ну ты поверил в это, что ты говорил-то? Ну да, я так и думал. Но я не знал. Минутку. А к кому ты руки простирал, когда болтай оставил? Ты поднимал руки? Ну да, не то где. А к кому поднимал? Или у тебя что, дорог и дальше преграды? Это потолка руки не достали. Я говорю Богу, это я говорю. А Бог говорит мне. Ты никогда не слышал, что тебе Бог отвечает? Ну маленько-то в это вникни. Ты не знал. Давай запишем. Ты не знал. Тебе сказали. В твое уши пришло. А ты бы сказал, Господи, так или не так? Бог ответил бы тебе. Да что с Богом так разговаривает? А как разговаривает? Ты же церкви считаешь. И прямо говорится. Возвал Бога и услышал меня и прочее. Как услышал-то? И дал ответ. 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 И Бог говорит наказание. Наказание может быть трех родов. Даже на выбор. Выбери, какое тебе легче. Три года, три месяца или три дня. Вы знаете, Давидов, за то, что он перепись сделал. Еще что? Лукавство, престолюбие. Подожди. А лукавство? Понятно слово. Лукавство изогнутое. То есть с лукавством говорит. Не искренне. Желаю вызнать что-то. А вот пишет. Герман Стерликов. Он разлег. Ксению сообщак. Разлег. Разлег. Что такое? Ты обманывал? Она поверила. Да, да. Она лучше тебя выглядит. Ну а ты-то в алтаре поднимал руки. У тебя связи с Богом нет. Еще что обманывал. Бог силен притворить. Все. Литургию сделать. Но у тебя связи-то нет. А что Бог отвечает? Вот меня часто спрашивают. Вот вчера только три фильма скинули. И там речь по Алфееву, Метрополиту Эллариона. Это я прочитал. А другое. А ваши отзывы какие? А меня никто и не спрашивал. А вы кто такой? У вас НИИК, Аватар. То есть вы фальшивите. Ваше имени даже нет. Фотографии нету. Я с ними не разговариваю. В ящик, за хвост, за яму. А важно это? Да, важно. Выступают священники. Выступают архиелерии, метрополиты. Сейчас это вот они в Греции. Как? Без лукавства скажут. Зачем нам нужно это? Лишь это идет о том, что здесь все эти свечи, весь церковный бизнес в сторону падает. Грекам. Они-то всегда были торгаши. Они всегда были здесь. Табак завезли. Ну, то маленькая, конечно, я Павла Олебского. Его очень много. Вышло сейчас материал. Видел, как здесь крестят. Так крестили раньше. Люди крещения принимали северные народы. Какие-то смуглые. Но выходя из воды, он приняли, кажется, патриархам гречесного. Люди буквально сияли. А сегодня-то он еще не понимает. Вышел. Я спрашиваю. Давайте по порядку. Вы здесь следующие. Я не вспоминаю. А вы эти пятьдесят человек опросит. Для чего крестились? Ни один не ответил. Ну, понимаете, вот. Сыноварный берут. Вот я решил вместе с ним. Он говорит, это мама сама не крещеная. Ну, пришли. Батюшка вас поужал. Как? Капля попадет иногда на парик. Капля, капля. И крещеный. Жулики. Попыта жулики. Обманщики. Ты услышал, это все захлопни. Не с места. Мне известен один священник, протеерей. Батюшкин друг нашего. Он пришел к архиерею и гладыка. Я больше илечать их не буду. Которые не первым братом. Но я ждал разрешения. Вот илечайте сами. Вот такая папка лежит бракоразборных. Сегодня в патриархии 12 причин, по которым можно замок илечать. Двенадцать. А Христос только одну назвал. А Василий Великий ее не утвердил. И говорит, даже изменил муж, и тогда прости, сохрани семью. А здесь разные-разные причины. Притом просто надуманные. И человек обманывал, да, обманывал. И справку дают. Один из священников написал, говорит, теперь надо таинство развенчания в обратном порядке водить. Свечно зажженной тушить. Там почти зажигали. То есть все наоборот надо сделать, чтобы брак и заключается на небесах. Вот это лукавство, это обман. Почему? Боязнь потерять прихожан. Не буду брать свечи. Тут больше нищебий связано. И Греция сейчас с Украиной. Здесь-то один бизнес, ничего больше нет. Греция тут никогда не будет. Дальше. А их бархат уже назначены. Простолюбие. Еще что? Злобы, простолюбие. Злоба. Ну и злоба, понимаете. Человек иногда скажет, что у меня ревность такая. Ну злоба и ревность это разные вещи. Подробно. Только я сейчас не буду объяснять и дальше. Корыстолюбие. Корыстолюбие. А корыстолюбие абсолютно везде. Мне сколько священников писали. С архивеями заладило. А можно как приехать? Может у вас такая община есть? Я говорю, ты создаю эту историю. А пустые. Ничего нету. Бачка приехал. Ничего нету. Воробьи и мыжи. Двадцать лет здесь было пустые. И начинать. Почему больше нет в России? В одно место еще хотелось. Окажется так просто. Почему Ермак не боялся? Хабаров. Которые шли. Дальше исполнены зависти. Зависти. Вот сейчас Владимир Головина там со всех сторон они его погружают. И все пишут. Это из зависти. Он дал сейчас полный отчет. Какие там за молитвы молились. А теперь, говорит, вы дайте отчет свой. Церковь там молится. Плата. Тоже. Ну, сударь, покажи. А что? Отменили святую десятину. Прихожане, то есть верующие, обязаны платить священную десятину. Десятую счасть от всех заработков. А если этого нет? А если этого нет? Торговля. А на что жить? Торговлю Бог изгнал, а десятину утвердил. Не перевернута у нас? Пиралида-то. И как она устоит? И дальше. Убийство. Настих. Обманывание. Услово-рабие. Залечивочка. Плитники. Плитники. Залечивая. Я говорю, ты меня поносил. Почему Бог тебе не отмечал? А как ты сейчас узнал? Да матушка моя у вас была, приезжала-то. Она когда приехала, говорит, что вы делали? Там люди работают день и ночь. Какой все-таки порядок? Никакого хождения нету. Ты же этого не можешь, батюшка, делать. Он говорит, поглошенный изъедительных, я от первого должен выйти. Ну и выйди. Небольшой выток-то будет. Мне говорят, вот Покровский собор у нас центральный, в Барнауле. Ну и вазу поставили там, настоятельный. Что бы вы сделали? Я говорю, небольшой расход купил бы огромный амбарный замок. И на цепи, на замок закрыл храм. А на сколько? Ну, месяца на три. Вот что надо было сделать с храма Христа Спасителя, когда эти танцующие пусть и ради танцевали так. Не к суду обращаться. А теперь дальше лозунг они бросили. Моли кресты, спасай Россию. И стоят эти блогицы и пилят один за другими крестами в разных листах, чтобы фотографировать. Потому что все обратилось не так, как вы хотели. Александр Невзоров, Александр Глебович там сильно разговаривает. Умница такая. Дали указание, где он будет участвовать. А он иногда приходит, когда уже по ходу там сидят. И они дали указание, чтобы вы не участвовали и уходили. Он так и зашел. А они поднялись в место и пошли там, в чат или кто-то не знает. Это хуже не придумали. Все говорят, смотри, эти демоны-то как боятся настоящей святости. Невзоровской-то. Ну, можно маленько просчитать-то было, что дальше-то будет-то. А вы бы что сделали? Я говорю, я бы так, если бы, конечно, было. Отвечаю. Собраться вместе в Синодии. Самых таких доверенных. Ну, есть же какие-то духовные-то. И сказали бы, давайте напишем письмо Александру Глебовичу. Пошлем с ним хороших людей, которых он уважает. Некоторых называют положительно. Ну, пусть не архиверея, а какие-нибудь херомонахи. И отнесут письмо. И скажут, мы тебя приглашаем здесь. Выступи в Синодии. Покажи все наши мерзости. И мы тогда рассматриваем все. Мы заранее благодарим тебя, Александр Глебович. Прости, что мы тебя там сатаной называли и прочее. Вы могли бы это сделать? Это я в Москве отвечал, когда меня спрашивали. И Гумен спрашивает, а я ему отвечаю. И вы бы по-другому никак. Ты посмотри, сколько у него положителей. Какая огромная аудитория. И вы плодите врагов на каждом шагу. Другого не надо. Снимите это за пять тысяч евро или за двадцать тысяч евро щасы-то. Благодарим Тебе, Христе, Боже, на ночь. Я по нас и приняну на душе твое благо. Мирюши нас и небесного твоего царствия. Но я по посреди мужчиней, по твоим пришествиям, Спаси мир, да я им. Привил нам и спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Дух. Выйди, Христе, во веки Веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи. Ждам и Бог, с вами, благодатию человека, Мы любим всегда, и Христе, во веки Веков. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Продолжение следует...